Доброго времени суток, друзья мои. С вами игросмейстер Максим Чигаев и это рубрика Партия дня. Ну что, продолжается у нас Магнус Тур. Все остальные турниры на фоне этого тура меркнут. И, признаться честно, сегодня в нашу рубрику попал тот, кого я так долго здесь ждал. Это, конечно же, чемпион мира Магнус Карлсон и его партия против Ливона Роняна черным цветом. Поехали. Е4, Е5. Конь Ф3, конь С6. Слон Б5, А6. Слон А4, конь Ф6. Рокировка слон С5. Такой довольно провокационный уже выбор от Магнуса. Явно он настроен на борьбу. Черный планирует быстренько сделать рокировку. И С3, Д4 их совершенно не пугает. С3, рокировка. Д4, слон А7. Магнус так неоднократно играл. И, в общем-то, вариант довольно интересный. Ливон здесь сыграл слон Ж5. Основным ходом считается ход ДЕ. Но Магнус эту позицию очень много раз отставил. Я не думаю, что явилось бы для него проблемой удержать ее и в этот раз. ДЕ, конь Е4. Ферзь Д5, конь С5. Слон С2, конь Е7. Ферзь Д1, Д5. ЕД. Ферзь бьет Д6. Ферзь бьет Д6, СД. Ладья Д1, слон Ж4. Несколько партий здесь было у Магнуса. И он очень легко сделал ничью. Поэтому Ливон Аронян разумно решил, что чемпион мира явно здесь готов. И сыграл он по-другому. Сыграл он слон Ж5. Агрессивный ход. Белые сразу связывают черного коня. Рассчитывая явно после А6 и может быть Ж5, если черные сыграют, ступить слоном на А4 и пожертвовать коня в дальнейшей борьбе. Но у Магнуса, в общем-то, свои взгляды на эту позицию. И он здесь забрал на Д4 сразу. Очень, опять же, провокационно, но безумно интересно на самом деле. В основном люди, в общем-то, здесь играли А6. И тут после слона А4 ожесточенные теоретические дискуссии ведутся. Но это уже другая история. Поэтому Магнус сыграл ЕД. Ливон Ронян играет принципиально. Играя здесь Е5. А6 сыграл Магнус. И здесь у белых тоже две возможности. Это слон А4 и слон бьет Ф6. Но после слона бьет Ф6 довольно сложная игра. Тоже получалось бы слон Ф6, ЖФ, СД. И здесь, например, можно сыграть ФЕ. ДЕ ладья Е8. Несмотря на то, что у черных слабый король, они успевают создать контр-игру. Например, ладья Е1, Д6. И как-то уже на пешку Е5 они навалились. На ЕД, например, ладья разменяются на Е1. И позиция в любом случае будет сложной. Преимущество двух слонов у черных сохраняется. Слон на А7 безумно силен. И, в общем-то, играть здесь не просто как белыми, так и черными. Неясная позиция. Поэтому Ронян здесь сыграл слона А4. Последовало здесь Ж5. Здесь слон БЦ6 сыграл Левон. Потому что нужно было устранить защитника на С6. Который пока мешает ходу конь БЦ5. После конь Ж5 АЖ слон БЦ5. Весит пешка на Е5. Белых это устроить не может. Поэтому последовало слон БЦ6. Ну, у черных в выборе нет особо. ДЦ. Конь БЦ5. И здесь тоже начинается интересная игра на самом деле. ДЦ. Белые должны здесь бить на Д8. Поскольку, например, если здесь сыграть конь БЦ3. То после Ферзь Д1, Ладья Д1, АЖ. Черные успели с темпом съесть фигуру. И, в общем-то, здесь белые просто остаются без фигуры в Эншпиле. Что, конечно же, довольно неприятно. Поэтому сыграно было. Ферзь бьет Д8. Ладья Д8. Конь С3. И теперь на АЖ последует слон Ж5. И белые заберут слоном на Ф6. И у них лишняя пешка останется. И, в общем-то, такой мощный слон на Ф6 рядом с черным королем. С довольно слабеньким, честно говоря. Тоже устроить их не может. И поэтому Магнус здесь довольно интересно пошел. И, что самое важное, очень сильно. То есть, он здесь сыграл конь Д5. Теперь висит фонь. Надо куда-то им отступать. То есть, первая, наверное, мысль у всех, это сыграть конь Бьет Ф7. На короле Ф7 пока есть под слон Д8. Да, и белые качества выигрывают. Но здесь, после ладья Е8, конь Бьет А6, шах. Король Ж7. Конь С6 рискует не выйти. То есть, слон Ж5, король Ж6. И теперь черные хотят сыграть ладья АЖ8. Замечу, что нет ладья АЖ8 сразу. И за конь Бьет Д5, СД слон Ф6. И черные качества проигрывают. Король Х6, слон Х8. А после хода король Ж6, я, честно говоря, думаю, что у черных, скорее всего, просто лучше будет. Белые должны сыграть АЖ4. Ладья АЖ8. Конь Д5, СД. И рано или поздно черные съедят на АЖ6. То есть, произойдет размен ладьи на две фигуры. И я думаю, что у черных перелес. Потому что эти пешки на королевском фланге никуда не идут. А у черных же, напротив, своя армада, которая еще, к тому же, поддерживается двумя слонами. СД5, Д4, слон Ф5 и так далее. И поэтому армянский гроссмейстер рассудил довольно мудро. Сыграл конь ЖЕ4. Конь Бьет С3 пока. Тоже довольно логичный ход. На слон Д8 пока конь Бьет Е4. Две фигуры за ладью. Снова у черных. Поэтому было сыграно БЦ. Ладья Д3. Магнус тоже играет очень агрессивно. Хочется играть слон Ф5 и навалиться на пешку С3 как можно быстрее. Поэтому активная ладья немедленно меняется. Ладья Бьет Д1. Ладья Бьет Д1. Ладья Бьет Д1. Слон Е6 здесь последовало. И здесь ключевой на самом деле момент партии. Конечно же в первую очередь напрашивается дать шах на Ф6. И здесь позиция на самом деле довольно сложная остается. Конь Ф6 например король куда-то отступает. Например на Ж7. И здесь после А3 непонятно на самом деле у кого лучше. То есть тут как говорится на вкус и цвет. У черных свои козыри. То есть у них идут пешки на ферзевом фланге. Например А5, Б5, А4. Как-то они потом в будущем сыграют Слон С5 пытаясь эту пешку на А3 завоевать. А белые в свою очередь сыграют А3, Ж4. Король А2 например, и Ф4. И в общем-то в дальнейшей борьбе определится кто прав, кто виноват. Играть эту позицию довольно сложно. Позиция наверное динамического равновесия. Но за доской это конечно совершенно не очевидно. И здесь Ливон сыграл неаккуратно один раз. И этого чемпиона мира хватило, чтобы получить большой перевес. Здесь последовал ход А3. Ну и в общем-то когда я смотрел первый раз партию, я был честно говоря в полном восторге. Потому что вот ради этого момента стоило выбрать данную партию. Здесь последовал совершенно блестящий на мой взгляд ход. Ф5. Черные жертвуют пешку на Ф7 ради того, чтобы конь с Е4 навсегда забыл дорогу к черному королю. То есть после коня Ф6. Потому что например, если здесь сделать какой-то такой вяленький ход типа А5. То уже белые перейдут к своему плану. Они дадут шаг на Ф6. И потом начнут двигать пешки. А3, Ж4. И так далее и тому подобное. Но после Ф5 выясняется, что за отданную пешку у черных страшная доминация по линии Е. То есть слон сразу очень активным становится на Е6. А белые фигуры упираются просто в эту пешку несчастную. То есть Еф. На Еф последовало еще владя Е8. И вот сейчас мы увидим, что бедный слон на А4 и конь на Е4. По большому счету не имеют полезных ходов. А черные же наоборот. То есть они грозят отскоками слона в разные стороны. Слон Ж4, слон Ф5, слон Д5. В общем куча всего. На Б3 тоже можно отскочить. Дальше можно подтянуть короля на Ф7. И также двигать пешки. И белые могут оказаться легко беспомощными. И поэтому нужно уже искать контрагру как можно быстрее. Сразу скажу, что Ливон Аронян не выдержал напряжения. И ментально получил тяжелейшую позицию. Он здесь сыграл А3. И после этого партия в общем-то катится под откос. Но сильнейший ход, который здесь вообще возможен для белых. То есть он совершенно неподъемный для человека. То есть он контринтуитивен. Я не представляю на самом деле как он может прийти в голову. Хочется сыграть Конь Д2, конечно же. Убрать коня из-под возможных уходов слона по линии Е. Пока нет Ладья Д8. Из-за Ф7 шаг Ладья висит. Но после Конь Д2 можно например сыграть слон Ж4. Как-то белым нужно играть Ладья А1, Б1. Например Ладья А1 пока, чтобы защитить еще эту пешку на А3. Король Ф7 пока играют черный. И на А3 еще важный ход Ладья Е2. И выясняется, что например если здесь сыграть Конь Б3. То черные просто скромненько отступят. В принципе куда угодно. Можно отступить даже на С8. И затем просто сыграть С5 и слон Е6. И позиция конечно будет у белых просто мерзкая. Потому что Конь снова заплутал на ферзьевом фланге. А черные наоборот постепенно будут усиливаться. Сыграют С5, Б6, А5. Белым будет тяжело. Ну и приходится после Ладья Е2 в общем-то бить на Ж4. И после Ладья Д2, Ладья Е1. Ну как еще, то есть нужно куда-то лезть на Е7 пытаться. Черные хладнокровно играют слон С5. И выясняется, что проходная-то скоро будет создана. А у белых опять же слон на А4 в офсайде. Ладья на Е1 не имеет ни одного вторжения по линии Е. А черные спокойно сейчас начнут двигать пешку Б, пешку А, если потребуется. К тому же слон еще привязан к пешке Ф2. То есть позиция противная. Но сильнейший ход здесь совершенно неподъемлен. Как я уже сказал, это не странный ход Король-Аш-1. Довольно такой забавный, в моем понимании. То есть белые просто уходят в угол из-под влияния черного слона на А7. Но в любом случае черные тут давят. У них перевес. Сложно сказать, насколько он велик. Но тем не менее, позиция у них очень приятная. И ясный план игры. Например, слон Д5 можно пока сыграть. Ф3. И даже можно не брать на Е4. Можно, например, сыграть А5. Дальше черные подводят Короля на А7. А белым нужно следить в любой момент за взятием на Е4. И ходом слон С5. Особенно если еще черные успеют сыграть Б5 и А4. То есть черные за пешку, опять же, получили массу позиционных плюсов. Они готовы к Эншпилю на все 100%. А белый не готовы вообще. То есть им все время нужно что-то выдумывать, чтобы не проиграть там в два хода. И, в общем-то, Ливон не выдержал здесь напряжение. Пошел А3. И, видимо, зевнул ход слон Б3 очень коварный. Выясняется, что на ладе Е1 следует слон Д5. И он просто остается без коня. Конь связан. Хода Ф3 у белых нет. И пришлось тут после слона Б3 белым возвращать пешку обратно. Последовало Ф7. Король бьет Ф7. Ладе Е7. Король Ж6. Тоже очень важный код. И теперь на черных большой очень перевес. Наверное, даже решающий. Конь Д2 приходится ходить. А что еще? Куда? Как иначе. Конь Д2. Ладе Е1. Король Х2. Еще мелкая тактика от Магнуса. Слон Е6. Выясняется, что на ладе С7 следует слон Б8. И выигрывают черные качества. Поэтому Аронян здесь ответил ладе Д8. Хотя, наверное, ладе Д3 было чуть упорнее. Хотя после слон С5 тоже черные близки к выигрышу. На А4 здесь последует А5. И проходная скоро будет создана. А у белых никакой инициативы по большому счету нет. Король уже вышел в центр. С угрозами туго у них. И Аронян здесь сыграл ладе Д8. Что, в принципе, понятное желание. Довольно понятное желание. Как-то поставить ладью сзади. После ладе Д8 Магнус холодно сыграл ладе Е2. И выиграл пешку. Конь Ф3. Слон бьет Ф2. Слон Ф2. Ладе Ф2. И у черных лишняя пешка. И позиция, в общем-то, выигранная. И чемпион мира преобразовал это преимущество в победу. Король Ж3. Ладья Ц2. Точнее, наверное, было ладья А2. Но ладья Ц2 тоже ничего не портит. И здесь Аронян допустил последнюю ошибку. Уже в безнадежной позиции. Но тем не менее. То есть последний шанс был. Дело в том, чтобы как можно быстрее сыграть король Ф4. И попытаться закрутить какую-то контр-игру. Потому что пока ладья Ж2 невозможна из-за конь Х4. И у черных без ладья остаются. И поэтому после ладья Ц3 как-то попытаться на что-то напасть. Например, ладья В8 пока. Как бы 5. Конь Е5 шаг. Король Ф6. Ладья А8. У белых, скорее всего, безнадежная позиция. Но так хотя бы они попытались. Создали какие-то угрозы. Напали на пешку на А6. Например, на король Ж7. Как ладья Е8. Ладья прыгает. Еще, в общем-то, исход борьбы до сих пор остается неясным. А после ладья Д3. Слон встал на Д5. И теперь белые окончательно прикованы к пешке на Ж2. И большому счету можно сдаться. Было уже здесь белым. Но Ливон Иронян доиграл партию до конца. Сыграл король Ф4. Король Ф6. И здесь ошибся последний раз. После чего уже оставшиеся ходы по большому счету стали формальностью. То есть он здесь сыграл Ж4. То есть понятно, что у белых здесь уже проиграно в любом случае. Но после Ж4. Ладья Ф2. Магнус Карлсон просто переходит в выигранный пешечный А4. Еще пока можно сыграть В5. Никуда не торопясь. Белые все равно связаны. И последовало король Ж3. И после ладья Ф3. Ладья Ф3. Слон Ф3. Король Ф3. Карлсон сыграл Ц5. Король Е4. Ц6. Король у белых на Д5 прийти не успел. А следовательно черные просто двигают пешку до А4. И в нужный момент прорывают. Ферзевый фланг. Ходом Б4. Еще последовало. Король Ф4. А5. Король Е4. А4. Король Д3. Король Е5. Черные комбинируют угрозу прорыва. С нападением на слабые пешки королевского фланга. И после король Е3. Б4. Король Д2. Б3. Ливон Ронян признал свое поражение. В общем-то отличная партия от Магнуса. Немножко я переживал за него. Что после блестящей ничей против Хикару Накамуры. В последнем туре отборочного турнира. Чемпион. Немножко растерял творческой жилки. Но как мы видим. Магнус Карлсон в полном порядке. И в общем-то. Свой матч он выиграл. И прошел в полуфинал. На этом у меня сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok